Следственному комитету Российской Федерации исполнилось 7 лет. 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон об этой структуре. Выйдя из состава прокуратуры, Следственный комитет получил в свое производство самые важные и сложные дела. Спектр деятельности сотрудников ведомства очень широк – от криминала до налоговых злоупотреблений. Несмотря на то, что Следственный комитет – организация молодая, его лучшие сотрудники имеют солидный опыт работы. С одним из них в преддверии праздника познакомилась наша съемочная группа. Эта служба трудна, порой очень опасна, а на первый взгляд будто бы и не представляет из себя ничего особенного. Тем не менее, старший следователь по особо важным делам, фигура значимая и ответственность на нем лежит огромная. Что же до выбора профессии, то здесь ситуация достаточно банальна. Все, как это и положено, зависит от семьи и воспитания. Родители привили обостренное чувство справедливости, порядочность. И исходя из этих, скажем так, привитых ко мне воспитанием родителей свойств, качеств, я решил пойти в правоохранительные органы. Когда я уже устроился следователем, я понял, что это именно моя профессия, именно то, с чем я хочу связать свою жизнь. Говорят, что профессия накладывает на человека определенный отпечаток. Но плохое, как всегда, надо отделять от хорошего. Поэтому стричь всех, что называется, под одну гребенку для следователя недопустимо. Воспитание, я считаю, оно немножечко еще есть, скажем так, отголоски советского прошлого, что ли. Потому что и родители мои жили, скажем так, в этом, да, воспитывались именно на таких вот понятиях. Поэтому, именно вот, скажем так, если оценивать контингент, исходя из подозреваемых, обвиняемых, то, естественно, как бы совершается преступление ради чего-то. Вот. А так, я считаю, что люди есть и достойные. И нельзя говорить о том, что, скажем, большинство людей руководствуется именно корыстными умыслами. Между тем, именно с теми, кто руководствуется как раз корыстными умыслами, и приходится бороться. Причем, на первый взгляд, все эти люди – банальные жертвы различных обстоятельств. Они хотели как лучше, а вышло несколько иначе. То есть с нарушением закона. А это уже совсем другой разговор. Современные Остапы-Бендеры прекрасно образованы. Их защищают лучшие адвокаты. И чтобы изобличить их и привлечь к ответственности, следователь должен обладать невероятно широким спектром знаний. Причем его подготовка должна постоянно совершенствоваться. Ведь жизнь не стоит на месте. При всем этом необходимо еще быть и неплохим психологом. Ведь выслушивать приходится разные истории, искусно придуманные каждым великим комбинатором. Человек этот в основном жалуется на некие обстоятельства. То есть он нам рассказывает о том, что вот есть какие-то административные барьеры. Есть вот этот, третье, четвертое. Нам не хватает денежных средств для выплаты заработной платы. Но когда ты начинаешь разбираться в сущности, что происходит, какие процессы происходят на данном предприятии, то получается, что работники его предприятия выполняют определенную работу. За эту работу они получают фиксированную заработную плату. А фактически перед налоговыми органами, перед государством он отчитывается о том, что эти работы выполнил некое ООО «Рога и копыта», куда перечисляются огромные денежные средства. И в результате у предприятия нету тех денег, средств опять-таки для выплаты, заработной платы и так далее. И каковы же результаты, спросите вы. А вот здесь в дело вступает беспристрастная статистика. Цифры весьма красноречивы. За 2017 год при, скажем так, расследовании уголовных дел по делам, находящихся в моем производстве, возмещено в федеральный бюджет и бюджет республики Мариел в общей сумме 70 миллионов рублей. Это по делам, которые находились в моем производстве. По делам, которые находились в нашем отделе, данная сумма составляет свыше 200 миллионов рублей. Допросы, обыски, изучение документов, задержания. Неужели это занимает абсолютно все жизненное время следователя? Или же все-таки есть какая-то отдушина, которая позволяет отвлечься и жить обыкновенной человеческой жизнью? Оказывается, ничто человеческое следователю не чуждо. Причем у него даже есть свои кумиры на телеэкране. Следствие ведутся на такие, я считаю, один из самых показательных фильмов, то, как должно вестись следствие. Я, когда смотрел этот фильм в самом начале своего работы, я именно руководствовался тем, как ведет себя Знаменский. Потому что он для меня образец на самом деле, когда я смотрел этот фильм. А сейчас вот снимают фильмы, конечно, абсолютно какие-то казуальные вещи, которые с работой на самом деле правоохранительных органов никак не связаны. Есть у меня отдушина тоже. Я вот периодически играю на гитаре. Ну, а на остальное особо времени не хватает. А не хватает времени потому, что сумма возмещенного ущерба по каждому уголовному делу составляет порядка 80%. А это очень много. И для того, чтобы нивелировать нанесенной республике вред, приходится тратить не только все силы, но и все время. Несмотря на трудности, престиж профессии следователя только возрастает. А ее значимость трудно переоценить, ведь без правопорядка невозможно существование цивилизованного общества. Поэтому свой профессиональный праздник сотрудники Следственного комитета встретят, где и положено, на своих рабочих местах.